Вечернее шоу на радио Music Infection в студии Miro Привет, Сергей, ты в эфире, можешь поздороваться Привет всем слушателям радио Music Infection Отличный бренд радиины, давний-давний Я его еще помню даже по телевидению, когда у тебя была программа по кабельному телевидению Но этот бренд до сих пор сохраняется, и я очень рад, что у тебя эта традиция продолжается Да-да-да, значит, смотри, Сергей, ты попадаешь у нас в программу «Попал», в программу «Железные яйца» И в нашей программе «Железные яйца» есть провокационные вопросы Вот у меня такой вопрос, скажем так, немножко мучил Начал делать проект после группы Butterfly Temple, где ты играл, точнее, пел достаточно жесткий металл Я тебя поправлю, параллельно я начал Ах, ты параллельно, хорошо Какое-то время, да, какое-то время я играл и в той, и в другой группе Вот, ну почему же твоя музыка настолько легче, или тебе, может быть, всегда нравилось полегче Что-то играть такое более лирическое и плавное На самом деле я всегда был привержен с разнообразной музыки Вот, и меня всегда в музыке привлекает не ее конкретно стилистическая направленность А смешение всевозможных стилей Вот, и если ты помнишь, что в группе Butterfly Temple, кстати, тоже были стилистические соединения Использование всевозможных различных инструментов Использование каких-то джазовых фишек Это привлекает не меньше, чем другие какие-то сплавы, например, в группе Amela Поэтому это одно из вот этих вот частей разнообразных, да, которые составляют мою музыкальную жизнь Это ни лучше, ни хуже, просто это другое Поэтому я как бы на это внимание-то особо и не обращал никогда И то, что там ты говоришь, что группа Amela легче Я могу с тобой поспорить тысячу раз, как бы, да, то есть для кого как Ну вот, честно говоря, знаешь, вот для меня Amela до сих пор такой загадочной группой в стиле осталась В каком же стиле вы играете? Потому что там очень много всего, я вот в очередной раз слушаю вас И не могу определить, что же такое Ну металла там нет, ну рок, ну какой, он такой и прогрессив есть Я, слушай, давай этим определением будут заниматься люди, которые, скажем так, являются, допустим, журналистами Которые пишут какие-то там ревью, для них это, наверное, важно Вот, а для меня, честно говоря, стилистика вот никогда не была важна И я сам никогда в жизни не занимался оценкой своего, например, творчества, да, в каком стиле я пою и играю Вот, я думаю, что каждый для себя находит какие-то стили, ну, так сказать, более заметные какие-то стили, менее заметные в нашей музыке Но в целом это все равно, так сказать, определяющее слово – это музыка Пусть она вот такой вот остается разнообразной и как можно больше неопределенной И в этом и есть, на мой взгляд, вот именно кайф Ты до конца не можешь назвать процесс, дать ему имени Им хочется постоянно заниматься, хочется постоянно его, как бы, опять же, прокачивать, да, как-то постоянно переслушивать для того, чтобы, может быть, какие-то новые грани открыть А когда все четко определено, ну, ну, как бы, вот все, мы знаем, что это там обычный, так сказать, русский рок, скажем так Прилепили штамп и все, и мы больше этого не касаемся Ну, вот у нас, видимо, не так, и это прекрасно, на мой взгляд Мне самому хочется иногда, как бы, нашим каким-то уже состоявшимся песням придать какие-то новые окраски, новые стилистические звучания, вот, и еще больше запутать ситуацию Так что мне это покажет даже Сергей, давайте теперь вернемся к альбому, который вот вышел, ну, назовем его в 20-м году, новый, последний альбом Он вышел, это в 20-м году, он вышел на цифровых площадках всех, вот это, так сказать, специальный такой был релиз Ну, просто там другую дату поставить невозможно, поэтому он считается, что, типа, якобы 2020-го года Ну, пару слов прямо вот об этом альбоме, что там, как процесс проходил Альбом для нас очень дорог оказался в итоге, потому что он явился вообще квинтэссенцией всего того, что мы хотели вообще воплотить творчество за все вот наши, сколько, 10 лет существования Вот, и впервые это стало возможно, вот только благодаря тому, что у нас появился осознанный крутой состав Где все музыканты находятся на своих местах, то есть вот мы, видимо, прекратили этот поиск музыкантов И вот этот вот альбом, это плод уже состоявшегося такого, ну, сотрудничества музыкантов Которые не просто являются, так сказать, пассажирами, пересиживающими какое-то время там Или экспериментирующими, а уже вот прям непосредственно принадлежащими данному коллективу Амела И которые четко понимают, что они должны, как бы, каждый из них воплотить в своих партиях Вот для того, чтобы получилось вот это вот творение под названием «Тайная тропа» То есть это самая осмысленная наша работа, наверное, за последние и первые, за первые и последние 10 лет, как бы, так сказать, да Вот, поэтому в данном случае я могу сказать, что этот альбом получился особенным и по содержанию в том числе Он уже, безусловно, отличается во многом по каким-то, так сказать, и задумкам, и поэтическим, и музыкальным От альбомов 2009, 2010, 2011 годов, когда эти альбомы можно было назвать, там, первые альбомы «Пробуй пера» Скажем так, да, какими-то шагами в неизведанное А сейчас мы уже, как бы, знаем, на что мы способны и выражаемся здесь по максимуму Поэтому, вот, еще и поэтому Вот так, значит, хорошо Сергей, ну, знаешь, у нас же такое радио больше ориентировано на хэви-метал Такую какую-нибудь пожестче композицию, скажем так, выбери, чтобы мы сейчас сразу ее и послушали Ну да, ну вот этим альбомом, собственно, как бы замечательно, что там можно выбрать композиции легенькие такие Для, так сказать, для лирических всевозможных, там, так сказать, компаний, да, лирически настроенных компаний А есть песни, которые можно и послушать для искушенных людей, скажем так, в хэви-метале Это, вот, например, композиции Либо «Последние письма», либо «Затмение», я думаю, что «Затмение» там прям даже там стрела таких рифов наиграл мощных Поэтому там можно ее спокойно послушать для всех любителей, и на твоем радио в том числе «Последние письма» Весь свет собран в ладонях небесных просторов Смотри Яркими пятнами, лучами пьяными и сны Небо дремучее, в бархате туч лежит мир Без сил Падают капли бессовестных ливней И застыл Огненный ветер беззвучием зимным И растет Корнями серыми, корянной тенью Огненный ветер беззвучием зимы Огненный ветер беззвучием зимы Огненный ветер беззвучием зимы Растет Корнями серыми, корянной тенью Огненный ветер беззвучием зимы За двери Огненный ветер беззвучием зимы Глаза Темные пропасти могут с ума свистеть Жди Виски взывучие черных вселенских пустынь Одно мгновение, был ты и нет, тебя был Глаза Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы продолжаем нашу программу «Железные яйца». И у нас сегодня Сергей Абрамов, группа «Амела». И следующий вопрос. Давай вот сейчас вернемся к новому концертному опыту, который у вас был буквально. Это онлайн-концерт. Какое твое ощущение, как музыканта, играть в пустом зале, не видя никого? Ну, конечно, это очень необычная история. Вообще необычно все то, что с этим связано, вот с этой ситуацией нынешней, вот этой вот безумной. То есть у меня до сих пор не покидает ощущение, что я нахожусь в каком-то кошмарном сне, и мне хочется на самом деле поскорее проснуться, потому что мне не очень нравится вот эта вот ситуация, которая вся складывается. Но тем не менее, несмотря на то, что все это очень странно и неприятно, как бы опускать руки, конечно же, не стоит. Вот. И мы всеми своими действиями, вот, и как и каждый, ну, каждый в индивидуальности, и как группа, мы продолжаем активную деятельность, мы пишем новые альбомы, и вот, собственно, как бы онлайн-концерт – это такой же замечательный опыт, вот, исходя из данной ситуации, которую мы просто не могли игнорировать, вот. И решили все это сделать, как всегда, своими руками, вот. Привлекли наших самых замечательных друзей из фэн-клуба, они нам помогли с технической стороной данного мероприятия, вот. Мы собрали, ну, хоть не полный состав, у нас два человека не приехали, но мы здесь, конечно, не можем ничего сделать, потому что есть, так сказать, объективные обстоятельства, которые не позволили людям, так сказать, полным, из полного состава приехать, вот. Но вот мы собрали минимальный состав, скажем так, акустический, мы смогли сыграть полуакустическую программу, ну, даже вот в таких условиях это был просто колоссально тяжелый, так сказать, опыт, вот. Но результат произошел все ожидания, и благодаря всеобщему труду, вот, мы, в общем, так кайфанули дико, что невозможно описать словами, вот. И людям, которые нас смотрели, очень понравилось, судя по комментам, просто вот нам удалось и звук построить прекрасный, вот, и картинку дать хорошую в эфир, вот. Поэтому мы получили просто, помимо колоссальнейшего удовольствия, мы получили еще и колоссальнейший опыт, вот. И я думаю, что благодаря вот таким вот экстремальным ситуациям мы развиваемся в итоге, потому что, если ты испугался и сидишь на месте, засунув, так сказать, свой язык в задницу, как это называется, да, ничего не говоря, ничего не делаю, тогда, конечно же, безусловно, ты погиб сразу, моментально. Вот, надо брыкаться до последнего, делать все возможное от тебя для того, чтобы изменить ситуацию, вот. И как раз вот после вот этой онлайн-трансляции мы поняли, что мы все это сделали. У нас не покидает до сих пор чувство эйфории такое, вот. И я считаю, что это очень прекрасно. Советую всем музыкантам, которые не опробовали вот эту вот историю, именно своими силами сделать онлайн-трансляцию любым способом, да, и просто результат будет вам, ну, в такой актив записан, что после того, как закончится вся вот эта вот катавасия со всеми вот этими коронавирусами, самоизоляциями и прочими гадостями, вот, вы будете реально людьми с железными яйцами и с огромным опытом прошедшим. Хорошо, Сергей, а вот такое вот, ты не посадишься, что некоторым командам понравится, например, онлайн-концерт, и они вообще скажут, ну, мы никуда ездить не будем больше, никакие туры, никакие концерты, вот, сыграем онлайн, и все отлично, и будем ее там транслировать целый год. Я на самом деле скажу, что в этом, ну, как сказать, конечно, опасность есть, безусловно, что сейчас и работодатели поймут, что можно было, а что так можно было, да, что все, чтобы работать на дому, вот, и получать такой же результат. То есть, в принципе, сейчас все находятся в какой-то вот этой непонятной подвешенной ситуации, когда невозможно предсказать не наше будущее, вообще не будущее нашей страны, не будущее вообще мира в целом. Вот, поэтому я бы, конечно, ну, понятно, что дело в прогнозах я буду более осторожен, да, вот сейчас на данный момент, потому что, ну, никто ничего не знает. Но если случится таким образом, нужно, конечно, из этого извлекать максимальную пользу. Я, вот, лично я буду уже четко понимать, что мы в своем коллективе будем комбинировать. Мы будем комбинировать и живые выступления, и онлайн-трансляции. Ну, раз уж мы теперь это умеем, почему бы этим не воспользоваться? А что такое? Не всегда же можно, например, доехать во Владивосток, например, куда-то с концертом, да, или там на землю Франции и Осифа. Там тоже есть люди, которые хотят посмотреть. У них есть интернет, а для них как раз это вот самый будет замечательный способ быть вместе с группой на онлайн-мероприятии. Почему нет? Я считаю, что это очень хорошо, и если у нас есть такой уже опыт, мы им будем пользоваться, мы не будем с уходом коронавируса и самоизоляцией задвигать онлайн-трансляции. Мы, наоборот, будем их как бы для них находить особое место и случаи. Я думаю, что это, на самом деле, самый оптимальный вариант. Так же, как и работодатели, наверное, будут во всем мире комбинировать теперь штат из надомных сотрудников, которые будут какой-то пул работы выполнять, а будут офисные сотрудники, но их, наверное, будет уже меньше. Мир уже не тот, что раньше, поэтому мы должны быть к этому готовы во всех отраслях абсолютно, включая наш те же металлический профиль. Да-да, это точно, что мир уже не будет другим. Но самая тут еще проблема может возникнуть не только в музыкантах, но и в публике. Скажут, да не буду я никуда ездить, буду дома сидеть в теплом кресле. Видишь ли, в чем все дело? Я тебя, может, перебиваю, но дело в том, что у нас сейчас как раз происходило до коронавируса уже подобная ситуация, и большое количество ленивой публики, скажем так, да, она уже отказывалась ходить на концерты, довольствуюсь записями из интернета, довольствуюсь видеоклипами и какими-то всевозможными делами. Я не думаю, что ситуация с онлайн-концертами сильно испортит вот это вот пренебрежение, скажем так, живыми концертами. Но мне, в принципе, видится и другое развитие событий. То есть вот для того, чтобы понять, насколько цен на дно, нужно сначала его потерять, как бы, и понять всю прелесть того, чего ты потерял. Вот сейчас мы лишены напрочь возможности посещать живые концерты, лишены живого общения практически, да, вот, и неизвестно, сколько это продлится. И вот когда это все прекратится и выйдет на ровную волну, вот тогда, наконец, наверное, люди поймут, что мы можем потерять, какую истинную ценность. И, может быть, как раз на этой ноте и возникнет новая любовь к живым концертам, может быть, возникнет вот это вот как бы новое свежее дыхание и понимание артиста и публики. И я думаю, что это очень вероятный вариант развития ситуации, потому что, опять же говорю, потеряв живые концерты, вот, вообще, в принципе, возможность ходить на живые концерты, мы должны понять, что, ну, как бы, действительно, мир уже не будет прежним, и, ну, вот, по крайней мере, музыканты жутко хотят вернуть себя на сцену. Вот, я думаю, что у публики такое же желание есть, и мы с этим желанием столкнулись вчера в онлайн-трансляции, что многие люди пишут, как же мы хотим попасть быстрее на живой концерт. И это как раз вот такая, так сказать, новое желание, гораздо более сильное желание попасть на живой концерт проходит именно как раз вот на онлайн-концертах, когда люди понимают, чего они недополучают в случае интернет-общения. Да, давай, давай и послушаем еще одну песню у нас последнего альбома. Какую ты нам предложишь? Ну, если ты хочешь потяжелее... Хочу потяжелее, да. Да, да, я могу предложить песню «Последние письма». Там как раз прям все тоже очень хорошо, по драйву, GGG, и очень много всевозможных таких замедлений темпа, даже уход, может, даже во фьюнерал некий там кто-то заметит. Ну, в общем, там прикольно все. Да, последние письма, где есть GGG от группы Амела. Слушаем. «Последние письма» «Последние письма» «Последние письма» «Последние письма» Казалось впереди рассвет И солнце непременно встанет Но прежних красок больше нет И свет ночную душу ранит Все изменилось как во сне И не хватает сил признаться Что поселилась боль в душе И с ней мне суждено остаться Все чертания ночей Одны не кажутся немыми В тумане призрачных ветвей Слова и образы пустые Ненужные строчки Бумаги и сознания Никто не прочтет И никто не узнает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Неутомимая река Влечет секундами к восходу Ищет отчаянье близко И беспощаден час исхода Отправить последнее письмо По безразличному течению Ты знаешь, время не пришло Душа становится светлее Последние письма Невидимой тайной Останутся веком Запрытой печаль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И мы продолжаем программу Железные яйца Сергей Абрамов, группа МЕЛА У нас на телефонном проводе отвечает на наши вопросы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот ты сказал, что работаете дальше над новыми песнями, что у тебя уже много материала, я знаю, что ты так очень скрупулезно к этому относишься, есть много мыслей. Ты знаешь, это даже не то слово, что много мыслей, вот особенно сейчас, когда появилось именно время доделать все, что ты, ну, как бы начал в какое-то время, да, и не мог это сделать, да, и не мог это сделать во времена, когда там были какие-то рабочие моменты, там, гастроли, поездки. Сейчас появилось именно втумчивое время, свободное для того, чтобы посвятить себя именно творчеству. И как раз я благодарен, наверное, своей судьбе и своему внутреннему какому-то вот этому состоянию, да, что мне сейчас это время дарит огромное количество нового музыкального материала, огромное количество текстового материала. Я впервые в жизни, наверное, не знал, как с таким потоком справиться, вот. И сейчас у меня вот за какие-то там полторы недели вот этой самоизоляции материал накопился практически на два полноценных альбома, вот. И я вот боюсь, боюсь сейчас даже предположить, как бы, чем это может закончиться. То есть если дальше так пойдет, я буду накапливать вот такой материал, то, в принципе, за период самоизоляции я, наверное, напишу альбомы три или четыре полноценных длиной по пятьдесят, по шестьдесят минут. Ну тебе надо, Серега, один альбом сделать такой стоунер, такой более метальный. Вот я прямо слушаю, хочется побольше такого. Я даже, понимаешь, я тебе говорю, что я об этом не то, что, ну, как бы, не задумываюсь. То есть как идет, так и идет. Но я экспериментирую в различных стилях, и мы, я думаю, что и не только стоунер затронем в какой-то момент, да, то есть может даже быть еще что-то такое. Даже, наверное, может быть, во фьюнирал-думу идем, у нас уже песня такая появилась, поэтому... И любые эксперименты возможны, поэтому я опять же говорю, что я никогда ни от чего не зарекаюсь, и мы творим и работаем в Амиле только исключительно по зову сердца, как захочется, как требует того настроения. Вот, если песни получаются легкими, мы их пишем легкими и прозрачными. Если они получаются беспросветными, как предзакатная мгла, там, дождливой осени, то тогда они получаются тягучими, вязкими и грустными. Вот, и мы никогда в жизни их специально не приукрашиваем. Вот, как-то так. Ну, хорошо, давай под занавес нашей беседы сегодня какую-нибудь старенькую композицию послушаем. Что ты нам предложишь? Можно опять же потяжелее. Потяжелее, конечно. Ну, песенку Абраса 2016 года, может быть, не? Давай. Давай, «Река покоя», я думаю, прям слушателям тяжелого радио она вкатит. Ну, хорошо. Давайте, под завершение на радио Music Infection от группы Амела будет песня «Река покоя». Ну, давай попрощаемся, чтобы песня и заканчивала нашу беседу. Всем, кто слушает Music Infection Radio, желаю скорейшего, так сказать, выхода из этой нашей непонятной ситуации. Всем желаю здоровья, позитива в первую очередь. Ну, и оставаться, безусловно, верным музыкальным направлением, которое вы любите. Ну, и будьте подольше, так сказать, подольше со своими, так сказать, железными яйцами. Чем старше, тем лучше. Да, большое спасибо, хороший совет для всех. Ну что, пока, слушаем группу Амела. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радио Мюзик Инфекшн. Только хорошая музыка. Радио Мюзик Инфекшн.